В Северском районе следователи выясняют обстоятельства убийства 32-летней женщины. Молодая женщина работала таксистом в одной из фирм в Краснодаре. Вечером 12 марта она на своем автомобиле Лада Гранта приняла заказ на перевозку пассажиров и выехала из Краснодара в Северский район. После этого на связь с родственниками Наталья не выходила. 14 марта ее родные пришли в полицию с заявлением об исчезновении. Позже стало известно, что 15 марта машину переоформили на другое физическое лицо. А уже вечером 19 марта в Северском районе был обнаружен труп Натальи Шиповаловой со следами насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Уже установлено, что автомобиль таксистки продал ее знакомый в Северском районе местным жителям. Каждая проблема требует своевременного решения. А быстрее всего определить проблемы на местах власть может с помощью самих жителей. Так в селе Львовском прошел сход граждан, на котором специалисты из район администрации рассматривали поступившие обращения. Остро стоял вопрос подвоза детей в школы-поселения из отдаленных населенных пунктов. Заместитель главы администрации Северского района Марина Наумейко вместе со специалистами и главами подразделений рассмотрела каждое обращение, поступившее от жителей львовского поселения. Не остались без внимания и такие вопросы, как обрезка деревьев, состояние линий электропередач и ремонт местного клуба на хуторе Стефановский. Все необходимые вопросы взяты на контроль, и каждый обратившийся получил необходимые консультации. В Доме культуры поселка Ильского открылась выставка православной книги, организованной Краснодарской духовной семинарией. Она приурочена ко дню православной книги, учрежденному в память о первом печатном издании на Руси, апостолу-первопечатника Ивана Федорова. Помните, что книга – это величайший дар нам. Придет время, когда планшеты будут заданы, потому что вот рейхи сядут, и телефон не сможет вам ответить на какой-то вопрос. Но книга – это уникальное средство. Средство связи человека с человеком и человека с Богом. Человека с самим собой. Средство, которое помогает думать, учиться, мыслить и жить. Экспозиция состоит из книг, принадлежащих представителям духовных семинарий, начиная с эпохи первых переселенцев на Кубань. Учащиеся нескольких учебных учреждений Северского района смогли прикоснуться к истории и своими глазами увидеть, как выглядели книги 100 и 200 лет назад. Воинская служба по контракту – это престижно. На основании приказа Министерства обороны Российской Федерации в Краснодарском крае функционирует пункт отбора призывников на военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и прапорщиками. Пункт отбора на военную службу находится в здании краевого сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края по адресу город Краснодар, улица Ярославская, дом 130. Ильская легкоатлетка – сильнейшая в России. В городе Саранске прошли соревнования первенства России среди юношей и девушек 2002 года рождения по легкой атлетике. Программа соревнований включала в себя технические и беговые дисциплины, в том числе эстафеты. Побывать на соревнованиях такого уровня, да еще в составе сборной Краснодарского края – само по себе достижение. Тем более почетно взойти на пьедестал, что и сделала ученица школы-интернат поселка Ильского Дарья Куприй. В Саранске третье место на 200 метров и третье 400. Первое в эстафете – 4 по 200. В копилке Даши большое количество дипломов и наград по легкой атлетике, бегу, прыжкам в длину, плаванию и бадминтону. Даже будущую профессию Дарья решила связать со спортом. У меня есть мечта. Я бы в будущем хотела стать учителем физкультуры, чтобы заниматься с детьми, учить их. Помимо спорта Дарья увлекается танцами, любит читать стихи. Практически ни одно мероприятие школы не остается без ее участия. В настоящее время девушка активно тренируется, готовится к спартакеаде, которая пройдет в конце апреля в городе Славенск-на-Кубани. Там она будет состязаться в соревнованиях по бегу и прыжкам в длину. Сегодня во всем мире отмечают День Счастья. Счастье – это удивительное слово, каждый из нас воспринимает его по-особенному. Для кого-то счастье – это много денег, для других – любовь и дружба. Для кого-то счастье – постоянное движение, а для других – спокойствие и умиротворение в душе. Для меня счастье – заниматься любимым телом. Я работаю в художественной школе, и мне очень нравится заниматься с детьми рисованием. Также люблю и сама рисовать. Творчество – в общем, вот это счастье. Когда ребенок приходит на тренировку и в такой полный зал народу, и ходит стабильно, не болеет, учится хорошо, родителям пятерки приносит, и, естественно, занимается больше спортом, спортом, чтобы развивать нашу акробатику в Северском районе. Для меня счастье – быть рядом с родными и заниматься своим любимым делом. Для меня счастье – это видеть улыбки на лицах близких мне людей. Счастье для меня – это хорошее настроение и теплая погода. Счастье врача-апушера-гинеколога – видеть счастливых и здоровых пациентов. Мы стараемся прикладывать все силы для того, чтобы это счастье, особенно счастье материнства, у беременных женщин сбылось. Для меня счастье – это заниматься с моими любимыми тренерами Николаем Владимировичем, Вероникой, Дианой Рывкатовной, ходить на акробатику, заниматься спортом. Счастье – это когда хорошо получилась картина, и ты ей гордишься, и, смотря на нее, ты радуешься. И твой учитель-педагог тоже тебя благодарит, и за твою картину поддерживает. Так или иначе, мы все стремимся стать счастливыми. А как часто мы ощущаем себя счастливыми? Сколько раз в день, а может в неделю? А может, ощущение счастья возникает всего лишь пару раз за всю жизнь? Ну, так как я человек творческий, в принципе, счастье испытываю постоянно. Ну, как бы мне это нравится. Я занимаюсь любимым делом. С каждой тренировки я иду домой счастливым, потому что научился какой-то прыжок или элемент новый. С счастливым мы ощущаем себя, когда дети приходят, приезжают на соревнования, приезжают с первым местом. Мы это видим, видят родители. Мы желаем на день рождения Новый год друг другу именно счастья. Мы стараемся сделать счастливыми своих близких, и именно счастливыми стать хотим сами. Рецепт счастья – это улыбки детей, хорошие картины, хорошее настроение, творчество. В общем, тот день, который мы проживаем, это и есть счастье. Абсолютно универсального рецепта счастья не существует. Каждый из нас сам определяет это. И это единственный универсальный рецепт того, как стать счастливым. Елена Меркатан, Руслан Лоуф, Владимир Галуцкий, телерадиокомпания «Атаман». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 28 марта 2019 года в актовом зале администрации Северского сельского поселения Государственным юридическим бюро Краснодарского края будет проведен день оказания бесплатной юридической помощи. С 11 до 12.00 пройдет рабочее совещание, посвященное вопросам оказания бесплатной юридической помощи с представителями администрации муниципального образования «Северский район», органов местного самоуправления, входящих в состав района подведомственных и муниципальных учреждений, а также общественных организаций. С 12 до 15.00 будет осуществляться прием граждан. Эти заснеженные сопки входят в Авачинско-Коррекскую группу вулканов. Они лишь малая часть вулканов Камчатки, которые занимают почти 40% полуострова. Большинство древних гигантов спят, но 30 из них активные. «Самый знаменитый вулкан называется Ключевская сопка. Это самый высокий вулкан в Евразии. Есть и другие вулканы, очень интересные и необычные. Например, вулкан «Малый семячик». Внутри вулкана находится кислотное озеро, и оно не замерзает. Оно имеет очень красивый бирюзовый, иногда лазурный цвет». Некоторые действующие вулканы напоминают о себе часто. Шевелуч извергался в начале года. «Во время извержения на поверхность выходила не только паровой столб, но также выходила лава. Известна Камчатка и термальными источниками. Вот эти находятся недалеко от вулканов Хадутка и Приёмыш. Добраться до Хадуткинских источников можно только на вертолёте». «Я первый раз на Камчатке. Для меня эта вода – это сюрприз, потому что я не ожидала, что настолько это тепло, настолько это приятно. Я очень боялась. Все смотрели на все, вышло холодно. А когда я уже в воде – прекрасно. Не хочется даже выйти отсюда». В 2017 году в Петропавловске-Камчатском открылся первый в России музей вулканов. В нём созданы действующие модели лавовых потоков и представлены образцы горных пород. Здесь можно узнать о разных вулканах мира и о ценных ископаемых, которые они хранят внутри. «Вот, скажем, рений – редкий элемент, очень редкий, самый редкий, наверное, один из самых редких на планете. Он никогда не был нам нужен до тех пор, пока не появились современные технологии, которые вдруг сказали нам, он требуется. И именно вулкан Кучерявый на Южных Курилах, на Итурупе, сказал, «Вот, пожалуйста, у меня его много, и на всякий случай он у меня хранится». По мнению учёных, знания о вулканах помогают человечеству понять, как жить на Земле в следующие столетия и тысячелетия. Вулканы Камчатки входят в Тихоокеанское огненное кольцо. В 1996 году 300 потухших и 30 действующих вулканов полуострова были занесены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Тихоокеанское огненное кольцо. Тихоокеанское огненное кольцо.